Я посмотрела в контакте всех людей, кто там студентов, кто там учится. Такие шикарные фотографии, шикарная природа. Это здорово вообще. Я распечатала свой резюме и дверь сочалась по каждому офису, который я никогда не... Не все, что предлагают, на это надо идти. То есть что-то, может быть, вам не подходит, и вы даже не понимаете смысл этого, суть этого. А много что здесь существует. Поэтому я говорила по-друге, говорю, вот я так хочу получить работу до своего дня рождения. И бац, я получаю как бы две работы. Это была работа с банком. Это здорово вообще. Я каждый семестр просто ждала, когда я поеду домой. Сейчас все адаптировалось. Привет всем. Сегодня у нас в гостях Ажара. Привет всем. Буду задавать вопросы, пройдем небольшое интервью, которое будет полезно вам узнать информацию из первых уст. У Ажара большой опыт, как в образовании за рубежом, так и работы в банке. А еще Ажара сама приехала в Канаду, то есть сама тот, кто жила когда-то в Казахстане, в итоге эмигрировала в Канаду. То есть вот хочется из первых уст спросить. Хотя я и не планировала эмигрировать. Кстати, вот интересно, вот как ты надумала о эмиграции? Эмиграция, как вообще, как в Канаде получилось. Я всегда знала и мечтала на лес 13, что я буду жить за границей. У меня была мечта, дниться, жить в замке. Это была моя мечта с 13 лет. Вот тут просто в голове вот идея, что я буду жить за границей. И когда пришло в то время, когда выбирать место, и у меня родители сходили в агентство. Свои агенты сказали, говорят, о, зачем мне французский язык, там, два года, бла-бла-бла. И думаю, у меня все равно в голове оставалось Франция, что я хочу туда. Хотя ни разу там не была до этого. И так они сказали, вот, посмотри Ванкувер. Там Олимпийские игры, безопасный город. Безопасный на тот период был на первом месте, конечно. Я посмотрела РОДО, и все настолько понравилось, что я говорю, я хочу туда. Вот это просто такой вид, пейзаж, как бы. И я сказала, что я хочу в Ванкувер. И после этого, даже не задумываясь, я поступила в Ванкувер. Поступила на учебу? Да, в 18 лет приехала сюда на учебу. 18 лет? Молоденько, после школы, получается, да? Да, после колледжа я в Казахстане училась в колледже, закончила колледж финансов и права, и приехала сюда. И, конечно, я говорила всем, говорю, я не буду скучать. Говорю, приеду через год. Оказалась поза первой недели, я сказала, что я хочу обратно, не нужна мне это Канада, потому что был языковой барьер, все это как бы хотелось домой, с родителем. Но, конечно, благодаря маме я продержалась, да, потому что мама говорила, хочешь, возвращайся? Я говорю, нет, не вернусь. А, то есть у тебя методом от противного. Хочу, сказали, возвращайся. Я говорю, нет, тогда не хочу. Но в тот момент поняла, что я хочу-то, как бы хоть неважно, хоть было сложно, но я готова была дальше идти. Да, ты поняла, что тебя больше сложности манят обратно, нежели чем реальное желание вернуться. Да. То есть ты поняла, что Ванкувер все-таки тот город, в котором ты хочешь остаться. Да, и потом отучиться насчет иммиграции, как пошло-то. Я, потому что многие говорят, вот, сложно найти учебу после работы. Я дала себе один год, думаю, в течение года не найду работу, тогда я пойду, поеду все-таки в Европу, которую я хотела. Это уже после учебы? Да, после учебы, да. И ты закончила какое образование здесь? Связь с общественностью. В СФЮ. В СФЮ университет бакалавриат. Да, бакалавриат. С 4 года ты это училась. 4 года, да. 4,5 года отучилась, потому что я выбирала разные специальности, на которые хотела учиться. Из-за этого я образование в Канаде люблю, потому что выбираешь разные предметы, обязательные предметы и предметы, которые дополнительные. Дополнительные. И вот еще жар вопроса. Ты пока училась, у тебя была какая-то работа, ты подрабатывала, студенту можно подрабатывать 20 часов в неделю. Да, но в тот момент, когда я начинала учиться, не было такой возможности. Это началось в 13-м году, в июне месяце, когда все студенты могли работать. А до этого надо было подаваться на определенный work permit. На тот момент мне родители говорили, пока есть возможность, изучай язык, читай книги, развивайся именно потому, потому что на тот момент... Проще, спасибо большое родителям. Что они говорили, изучай язык, делай, что тебе принесет пользу в будущем, потому что они понимают, что это время, это то, что у меня сейчас есть, и что ты должна вкладывать в себя. Ну, конечно, мы все это познаем только, когда он поступает период. Когда он становится постарше. Да, конечно, мы ценим сейчас каждое свободное время, каждый выходной день, хочется прочитать, как-то его провести более продуктивно. С пользой, да. Да, и после этого я дала себе год и нашла работу, в принципе, достаточно быстро. Мне потребовалось 3 месяца, но 3 месяца... Это вот после учетов, окончания? Да, после окончания я поехала... Получила открытое разрешение на работу. Да, но я не знала об этом, что мне надо подаваться на самом деле. Я закончила 30 ноября, был последний assignment. Я свое задание сдала и поехала домой на 1 месяц и приехала 2 января. Думаю, после Нового года, кто приезжает после 2 ноября, после... Думаю, все-таки Новый год, надо начать искать работу. Я ходила всем агентствам, я знала, что хочу быть в сфере образования, потому что я была волонтером. А, мы разговаривали насчет работы. Я пока училась, я проводила... Волонтерство раз находила. И как раз искала себя, да? То есть ты волонтерировала, пробовала, что тебе нравится. Кстати, хороший способ один. И пока вы учитесь, если позволяет время и деньги, то есть именно волонтерить, чтобы находить себя. Это опыт, на самом деле. И плюс опыт, можно включить свое резюме. И в Русском посольстве была разные мероприятия, даже один день. Даже мне друзья говорили, кто идет на разные волонтерства, не знаю, там 6-7 в утра, как бы целый день. Это совершенно бесплатно, но зато они тебе дают там письмо, то, что ты участвовал, что ты проходил практику, там сколько-то часов или сколько-то дней. Но это, конечно, все это помогло. Помогло. Но был интерес, я говорила на все, да, конечно, все это было интересно. Молодец, молодец. Но благодаря этому нашла работу. А как после окончания, я не знала, что мне надо подаваться на какую-то рабочую визу. Ага, то есть у тебя была студенческая виза, и ты думала, все, и нормально. Да. А дальше сама как-то там... Ну, как бы даже об этом... Да, когда ты учишься 4 года на студенческой визе, ты даже не думаешь, уже забываешь. Потому что у меня еще было как бы доступно до сентября месяца. Это был январь месяц, я говорю, я буду искать работу. Я выписала все агентства образовательные, иммиграционные, что я хочу там работать. Я распечатала в своем резюме и в дверь стучалась по каждому офису, который я никогда не знала, могла постучаться в дверь и сказать, вот, можно поговорить типа с вашим менеджером, я хочу у вас работать. Вот, кстати, молодец, Ажара. Вот смотрите, как Ажара делала. Ажара очень уверенно, шла уверенно к цели, действовала. Главное действие. Есть желание, то есть найти работу и второе это действие. И ты это делала на ура. Да, и конечно, разные были люди, которые там позвали сразу на интервью, разные компании, которые там, даже некоторые говорили, даже было как бы иммиграционный агент, но они говорили, что, не знаю, насколько сейчас лучше говорить, не говорить, еще... это компания, мы все хотим знать. Это компания, которая говорила, говорит, создай мне бизнес-план, у тебя есть выходные, пятница, суббота, воскресенье, создай мне бизнес-план, как привести русскоговорящих студентов, девушек, кто хочет выйти замуж за канадцев. И говорит, создай мне бизнес-план и работа твоя. Ну, конечно, я на тот момент сказала, хорошо, я сделала, но для меня это было создать бизнес-план. А потом я такая вышла с офиса, думала, зачем мне туда, что-то там не то. Ну, там, конечно, он показал все файлы, которые, что можно фотографировать, всю переписку, все это для иммиграции, конечно, и те люди, которые хотят привести русскоговорящих девушек в страну СНГ. Как бы потенциальный жён, да? Да, потенциальный жён, да. И они готовы были платить большие-большие деньги. Девушки. Мужчины здесь, наверное, я не знаю, я подробности не спрашивала. За интересный опыт такой, да. Я как бы ходила разными иммиграциями. Для меня это было так странно, и потом я родили за ним, мам, что-то странное. Ну, и после этого как бы, ну, зато сходил, зато узнал, что есть такие варианты. Да, кстати, вот, хорошо ты подметила, вот видишь, даже у тебя такой интересный опыт. Многие сталкиваются здесь в Канаде с разными вот такими вариантами, то есть, не всё, что предлагают, на это надо идти. То есть, что-то, может быть, вам не подходит, и вы даже не понимаете смысл этого, суть этого, а много что здесь существует. Поэтому каждый в итоге находит своё. Да, а потом, во время учёбы я работала в месте, это называется йети-йогурт, не знаю, не слышала ли это, на СФЮ, на горе, там такие замороженные йогурты. Это где замороженные йогурты, ты можешь... разные вкусовые добавки. Ты берёшь, наливаешь разные, прям такие, можешь добавить там эти джели, шоколад, фрук. Шоколадки, кит-каты. Есть, кстати, очень популярные в Метертауне тоже есть, то есть, может, другой бренд, у них разные. Другой бренд, И тогда, на тот момент было как раз дома, как бы, у меня каникулы были, домой не поехала, и, как бы, поработать, как раз я хотела купить родителям подарки на свои деньги, чтобы как бы свои было то, что и для опыта. И как раз я в волонтерстве проводила время и плюс подрабатывала. Это, конечно, был колоссальный опыт. И после окончания. Ну, всё. То есть, вот ты поработала, а потом, как ты дальше развивалась? Всё, поработала. На твой ворс-пермит, когда ты вспомнила, что надо поддевать? Потому что, когда ходила искать работу разным агентствам, мне сказали, а где твоё разрешение на работу? А я говорю, а я не знаю, как бы, на тот момент, на самом деле, я искренне, как бы, подайся на ворс-пермит, если ты закончила. Так, после этого я решила. Они сказали, да? И после этого, они говорят, возвращайся, как ты получишь. Да. Кстати, Ажара, вот интересный момент, что, допустим, сейчас делаем мы, как иммиграционные консультанты. У нас в базе, в системе, в нашей системе, базы данных на каждого нашего клиента есть данные. То есть, вы получили, например, студенческий пермит, мы знаем, когда окончание этого студенческого пермита. И мы вам можем написать напоминание за три месяца, что у вас подходит к концу, как у вас дела. То есть, вы будете продлевать студенческий пермит. Это очень хорошо качественно. Или рабочий пермит. Видишь, кстати, да, это очень полезно, судя по всему, что студенты, когда живут, находятся здесь, причем, не зная правил, что нужно и когда нужно подавать на продление, просто живут, наслаждаются жизнью, занимаются своими делами. И в итоге, да, такие вот напоминалки. Если они поздно подают, то какой-то там штраф есть, как бы сейчас сумма не знаю. там идет восстановление статуса, restoration of status, дополнительные государственные пошлины, и плюс еще риск того, что государство может сказать, извините, вы нарушили правила, до свидания. Такое тоже бывает. Поэтому, значит, этот момент тоже важный для нас, для нас, когда мы студенты. Да. Здорово. То есть, ты, получается, подала все-таки на пост, да, и потом я получила, на самом деле, этот процесс длился долго, я подала, где-то, наверное, в середине января, и получила только в конце... Июня, может быть? В конце, не, нет, в конце марта или в начале апреля. Даже, кажется, в середине апреля, когда я думала, вот, я говорю, мне здесь рождение, кажется, в апреле, 13 апреля, и я говорила подруге, говорю, вот, я так хочу получить работу, говорю, до своего дня рождения, и бац, я получаю, как бы, две работы, это была работа с банком, да, предложение о работе, потому что на то время я уже готова была работать где угодно, и я... Вот, как ты получила предложение о работе с банком? Я... Работу с банком, я подала свое резюме через сайт, и... Это резюме, заметь, они смотрят, важно, чтобы было все правильно, по скандарту оформлено. Да, и еще, конечно, всегда связи, связи, когда через... Знакомство, знакомство, нетворкинг, да, это очень важно, на самом деле, нетворкинг, и... Нетворкинг, через нетворкинг, там посоветовали меня, сказали, вот, там, мой знакомый, или кто-то там подался через ваш сайт, посмотрите, потому что, как бы, когда кто-то рекомендует внутри компании, это очень они доверяют. Дает большую силу. Большую силу, и они, конечно, например, скажем, там, если, скажем, в отдел кадров, у них 100 заявлений, там, 100 резюме, они, конечно, выбирают сразу, приоритет, уже на одну ступеньку ставят кандидата, который кто-то внутри, по рекомендации, это из-за этого нетворкинг очень важен, и тогда меня пригласили на интервью, сначала было по телефону интервью, а еще говорила, если будет там меньше 15 долларов, я даже не пойду на второе интервью. Я на интервью даже не готовилась, на самом деле, как бы, там, как многие думали, вот, надо готовиться, как-то там. Я как пошла, думаю, была сама с собой. Да, и первое интервью прошло по телефону, думаю, все так по телефону страшно, потом, второе интервью было в офисе, такой офис, большой огромный стол три человека из них как бы всегда же бывает интервью, кто-то такой разговорчик кто-то такой супер серьезный, кто-то больше такой нейтральный, и ты тоже вроде разговариваешь, кто-то смеется по кругу, это кто-то там, как раз женщина была, она такая супер серьезная я как раз смотрела на нее и как бы становилась серьезной, потому что и ты теряешься, и ты думаешь нельзя смотреть в глаза, надо как-то приблизительно лопы, да, как бы так вспоминаешь, какие правила прохождения интервью, чтобы все прошло успешно, и конечно потом меня пригласили, все прошло успешно, все хорошо, потом потом мне прошло я уже сказала им да, потом они мне на следующий день отправили имейл, сказали мы хотим вас, чтобы быть работ на нас, там может ли начать 27 апреля потом я думаю все классно, все начинаю работать такая вся радостная, потом мне иммиграционный консультант сказать, что если в будущем хочу остаться, что работа в банке, она не подходит но я на тот момент была готова работать в банке именно та позиция, да, потому что работа в банке, вообще она может подходить если она квалифицирована по НОКу, а вот там была у тебя Си, наверное, да? да, это потому что когда ты вначале начинаешь, это начинается уже как бы сначально, потому что должен отработать, а потом уже по карьерной лестнице ты там двигаешь, потому что надо разные сертификаты получать и как бы все на это смотрят и я потом, мне пригласили со школы, с Ванкувер Интернешнл колледж, это на Нью-Эс Миннистер это было английского языка ну это не была школа английского языка, это была high school, это школьная программа а, школьная программа, у них вообще разные, да, ведь у них школьная программа, есть английский язык, есть средний лагерь есть, оказывается, такая же школа из Ванкувер, есть такая школа на Нью-Эс Миннистер, это как бы больше школа на тот момент я даже не знала, что существует такой школы, Ванкувер Интернешнл колледж, который в Ванкувере находится но это одна сеть компаний? Нет, не одна а это разные, они просто на название похожи на название похожи и тот момент, помню, когда я там другу сказала, вот я работаю в Ванкувер Интернешнл колледж и он оказывается, как бы я даже не уточнила, где именно, в каком городе, Нью-Эс Миннистер или в Ванкувере он говорит, я зашел в тебя, здесь у меня нет, сказали, что такой человек здесь не работает и в тот момент я узнала, что есть такая же школа, но она языковая я отработала там три месяца, потом я не подписывала контракт с ними ну, потом я работаю в банке, я вынуждена была отказаться, им сказала, как получу свои документы, я к вам вернусь кстати, ты сдержала свое обещание да, на самом деле так интересно, что так получилось после отработав три с половиной года в языковой школе где я работала маркетологом, и так получилось, что обратно так все сложилось в жизни, что мне предложили работу в банке, и в тот момент они мне предложили, это было в середине мая, а я как раз получила 1 мая свой пиар вот мы с Ажарой как раз обсуждали, насколько легко или сложно найти работу приходим к такому выводу, что если ты хочешь и ты действуешь, то ты работу найдешь при этом разные способы резюме, да, важный фактор при этом нетворкинг, знакомство очень важный фактор именно через знакомство очень много происходит да, и нам самое главное сделать резюме таким, что, например, если дать, например, другу, знакомому человека что человек, посмотрев, хочет, о, я хочу знать больше от этого человека да, и как здесь в Канаде любят, они, например, где ты работал, смотря, например, если ты даже работал где-то, скажем, в Старбаксе делал просто кофе или любой кофейне ты должен сказать, о, я в день там обслуживал такое-то количество человек потому что это очень важно иметь именно конкретику твоей производительности да, что именно ты делал там, отвечал за кассу или там заказывал, потому что это все-таки ответственность потому что это как бы сертификация с продуктами работы это все как бы считается да, то есть под определенную сферу подбираешь те факторы, которые хочет верить работодатель и уже априори до вопроса на них отвечаешь в своем же резюме даже если, например, ты на рассеобщении работаешь например, скажем, да, как ассистент и говорит, вот там, я делал там полностью там календарь своего там начальника да, или там, отвечал на звонки там, направлял там департамент там, там, 300 человек или там, 3 человека в зависимости, сколько человек там помогал там распределять все файлы там конфиденциальные все это как бы указы такие да, спасибо, Жан еще знаешь, у меня к тебе такой вопрос посоветуй нашим слушателям как можно преодолеть психологический барьер быстрее и влиться уже в другую культуру на самом деле как бы заставлять себя и общаться с разными людьми не просто как бы, да, сидеть дома конечно, это наша комфортная зона, например это, конечно так ничего не изменится как мне произошло например, полтора года мне потребовалось чтобы адаптироваться в Канаде полтора года то есть ты прям почувствовала вот эти полтора года да то есть что вот сейчас все адаптировалась не то, что как бы прямо адаптировалась так сказать можно потому что я до этого я каждый семестр например один семестр как бы 4 месяца правильно плюс экзамена, плюс каникулы я каждый семестр просто ждала когда я поеду домой ага я считала дни как бы у меня даже бывало моменты когда я писала все эти там месяцы например скажи январь, февраль, мат, апрель что когда экзамен последний когда я домой поеду это было интересно это когда когда люди работают например с понедельника в пятницу и ждут пятницу и когда выходные наступят вот примерно так же это примерно так же было а потом когда ты поняла что теперь ты не ждешь ты почувствовала что вот сейчас это похоже ты адаптировалась это даже не то что мне среда так оказалась что например мне визу дали на полтора года до ноября месяца я подала заранее на визу как бы студенческое продление визы но мне не дали до как бы нового года визу до каникул и единственный вариант пришлось смириться в тот момент когда я смирилась я начала проходить на разные волонтерские как бы этот и до этого я искала общение с руссковорящими и после этого наверное этот момент тогда пошел тогда я начала волонтировать как знаю для новых студентов помогать это все конечно как бы это все и начала общаться с иностранными студентами больше как бы тянулось да тянулось и после этого меня как бы все это затянуло конечно я скучала безумно по семье хотела домой но уже не так уже потому что появились интересы появилось общение и кстати вот еще хочу спросить ты сказала ты подавала на визу и на продление как обычно происходил этот процесс начиная с момента приезда и потом когда ты уже была здесь кто-то тебе помогал в этом процессе ты делала все сама то есть даже первая твоя студенческая виза ты делала ее сама не через агентство а ее делала через агентство а потом продление уже делала сама потом уже сама как вот ты находила информацию что ты можешь посоветовать вот именно в подготовке документов какие могут быть цветы чтобы вот улучшить и сделать процесс более эффективным первое мне кажется все-таки конечно можно сделать все можно в жизни сделать но иногда бывают какие документы которые ты вот хочешь чтобы убедиться ты хочешь чтобы кто-то проверил даже мнение эксперта да мнение эксперта хотя бы взглянуть чтобы это как-то потому что ты не хочешь а вдруг а если я что-то забыл а потому что слишком много но 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 и как бы ты себя начинаешь и как бы внутри думаешь а если у меня не получится вдруг не получится лучше с кем то есть человек пусть даже не сделает вместо себя просто перепроверить твои документы конечно лучше всего ты сам знаешь но первым я делала агентство потом остальные все документы я сама делала в принципе это все было легко на тот момент когда я училась в колледже нам давали еще информационную у нас был а информационную давали да в институтах это делают сейчас это только иммиграционные консультанты могут на тот период когда это был десятый год тогда у нас было разрешено разрешено один час у нас вопрос ответы и могли задать вопросы спокойно и тот момент конечно помогало здорово кстати вот раньше так можно было сейчас что можно делать тот кто подготавливает документы сам это здорово и можно брать даже в принципе консультацию иммиграционного консультанта там не услугу полностью подготовки файла а услугу проверки файла да иммиграционные консультанты тоже это предоставляют Ну, некоторым просто лень, им просто легче дать, но все равно, как бы, все зависит индивидуально от человека. Но первое, конечно, я советую лучше через профессионал, а потом, если продлить, потому что для некоторых это накладно, как бы, ну, из-за этого лучше можно сделать. Да, и если есть время, например, самому разобраться, плюс, когда сам разбираешься, все-таки ты сам полностью контролируешь свою ситуацию, точно знаешь, где что написано, где что указано, при этом подкрепить мнением эксперта, это вот идеальный такой вариант. Здорово. Вот что ты посоветуешь? Каким образом можно этот процесс документации для себя сгладить? Чтобы это было раньше. Заранее, да? Заранее, например, если, знаете, например, истекает, не знаю, виза или разрешение на учебу, например, за 90 дней, сделать хотя бы за 100 дней, уже начать готовить документы, которые нужно там, потому что, если ты одной из обязательных документов, это, ты меня можешь поправить, если это не так на данный момент, письмо, то, что ты обучаешься в таком-то учебном заведении, что, что некоторые учебные заведения, например, которыми я работаю сейчас, это FIC, там нужно, как минимум, потому что в зависимости от сезона, как минимум 7-10 рабочих дней, чтобы подготовить письмо. А если за срочность, надо будет оплатить, конечно, срочность все равно от 24 до 48 часов. Да, вот Ажара правильно отметила. Кстати, Ажара сейчас работает в институте при университете. У нее вот обширный опыт и работы и в банке, и, как мы уже сказали, да, в институте. В каждом университете, институте и колледже есть свои правила выдачи писем. В английской школе это могут подготовить за два рабочих дня, да, в FIC, как ты говоришь, это занимает... Обычные направления. Обычные, да. 7-10, например. 7-10 дней. А если срочно, конечно, за 1-2 дня могут делать одно доплатить. Но это доплатить, да. То есть, поэтому, когда мы подаем на продление документа, также студенческого пермитра, ты права, также такие же правила и остались. Письмо обязательно нужно с института или колледжа. И чтобы даже взять это письмо, это тоже время. Поэтому здорово. Спасибо за такой совет. Например, на тот момент, если нужно, чтобы достаточно количество средств было в банке, это все как бы нужно дополнительно. Сотографироваться, это все как бы, когда ты занят экзамены, ты берешь, чтобы стресса больше не было, лучше заранее подготовиться. Спасибо, да. Но не прям заранее, потому что некоторые говорят, вот у меня там иссякает через полгода. Через полгода, да. Я уже хочу подавать на продление. Четыре месяца, мне кажется, это идеально начать одуматься, как бы вот именно, потому что документы и как бы все это. Кстати, то же самое, когда мы еще находимся за пределами Канады и хотим приехать, да, то тоже желательно этот процесс сделать заранее. То есть, если мы хотим оказаться в Канаде завтра, такого, к сожалению, на данный момент не бывает, так как есть визовые процессы. Визовые процессы нужно дать время и для государственного работника, офицера рассмотреть этот файл, и плюс нужно дать время себе, чтобы как раз подготовить и документы, если это колледж или университет, поступление туда, плюс банковские справки, все остальные документы, перевод этих документов. Поэтому вот то, что Ажара говорит заранее, это вот важный фактор и для тех, кто находится здесь, и тех, кто еще находится за пределами. Спасибо. И даже в учебе, когда, ну, чем раньше, тем лучше. Тем раньше, тем лучше, да. Зато все в спокойном режиме, без спешки. Ну, иногда, конечно, когда поджимаешь руки, то, что это тебе больше, ты продуктивнее, но, конечно, дополнительный стресс, который можно избежать. Который можно избежать, да. Кстати, вот, что касается стресса и вообще вот нашего состояния здоровья, все это взаимосвязано, как ты вот посоветуешь нашим слушателям, особенно тем, кто еще находится за пределами Канады, что желательно подлечить, к чему готовиться, то есть до приезда? Оф, медицина. Медицина, да. Медицина, все то, что есть какие-либо заболевания или какие-то, лучше сделать полный медосмотр, если есть возможность, время. Есть, например, если вы знаете, что у вас там проблемы с зубами или зрением, лучше все это, конечно, подготовиться. И есть, например, за зрением. Лучше заранее, например, приобрести новые очки, новые линзы. Если вам знаете, что вам надо, не знаете, когда поедетесь, обновить линзы, то все, конечно, лучше перейти на английский язык, что все это было заверено, что здесь можно было их купить. Потому что здесь без страховки очень дорого, и даже когда решите приехать, лучше иметь страховку медицинскую. Да, вот касаемо страховки, здесь же есть MSP, в частности, в Ванкувере, государственная страховка. Ее причем нельзя получить ни визиторам, ни тем, кто просто на английских курсах, у кого виза, не стадий пермит. Те, у кого ставит студенческий пермит, им уже разрешено. Так вот, по частным страховкам, когда ты приезжала, у тебя страховка была своя, из Казахстана, или ты ее здесь? Нет, у меня в колледже дали. То есть у тебя дал колледж, да? Да, колледж дали. Но, если быть честно, на самом деле, я нахожусь в Канаде 10 лет. Да. Я воспользуюсь своей страховкой только один-два раза. Да. И потому что я все время дома, потому что дома стоматологи намного дешевле. Домой съездила, все подлечила, все сделала. Да, потому что у меня мама врач, и дома думаешь, что дома все проверили, все хорошо. Да. И как бы ты не задумаешь дополнительных там расходов, что которые нужно, но, конечно, надо быть платить. Ну, на данный момент я уже поняла, что Ванкувер это мой дом, и, конечно, уже думаешь, здесь надо своего там уже врача найти. И как бы в местах, в стоматологию, потому что ты не знаешь, когда поедешь в следующий раз, за это уже как бы ты адаптируешься здесь. Но лучше, конечно, дома, потому что дома ты знаешь, хотя можешь объяснить на своем языке, что у тебя болит. А так думаешь, а у меня там болит что-то, 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 и как это вообще объяснить, что же это. Особенно, когда у нас еще английский начальный, согласна. Ну, то есть по свету ожары подготавливаемся, медицина, полное обследование, по максимуму все делаем у себя дома, особенно зубы, глаза. Потому что это даже, кстати, в страховку государственную не включено, это отдельная оплата в любом случае. А страховка местная, она будет для emergency, для экстренных случаев вполне то, что нормально. Спасибо. Еще вот такой вопрос, когда ты переезжаешь, вот что бы ты советовала с собой не брать, то, что здесь не понадобится, и наоборот, что точно нужно взять из дома? Наверное, не стоит брать розетки, потому что все-таки, если у вас уже есть технологии, скажем, тогда, конечно, можно взять, потому что можно адаптер купить. Если у вас нет адаптера, если вы собираетесь только купить, я думаю, что всю технику можно здесь приобрести, которую можно использовать, да, сильно мерить. Ажар, ты в точку попала, ты очень права еще, почему? Здесь же вольт, у нас 220 вольт, а здесь 110. А здесь 120, да, что такое? Даже техника, которая наша, она приспособлена по 220 вольт, здесь эти 120 вольт, она работает по-другому. То есть, на самом деле, я вот то, что все, что я с собой когда-то привезла, полностью в течение там полугода у меня все это поменялось. Поэтому всю технику лучше приобретать. Технику, наверное, можно приобрести здесь. Иду, конечно, первый там год-полтора я привозила все, практически иду, например, я обожаю сухофрукты. Я сухофрукты все привозила там из дома, из Казахстана. А сейчас нашла здесь в магазинах? Здесь все можно найти. Конечно, Канина нельзя найти, но здесь слышно, что Канина тоже можно. Да, да, да. Но, в принципе, здесь все можно найти. Самое главное, как сейчас я отношусь к путешествиям, это брать с собой документ и брать карточки, где есть деньги. Все, остальное все можно купить, приобрести, так что нет ничего, если что-то забыли, ничего страшного. Лучше, конечно, подготовить на первое время, например, чемодан. Раньше можно было просто, в Казахстане, можно два чемодана брать, в конце или через халлорио. Да, два чемодана, сейчас один чемодан. Да. И за это, как бы, в принципе, нужно брать вещи, которые ты будешь использовать в первое время. Да, вот это идеальный цвет. И шубу с собой, наверное, не брать, потому что нет необходимости носить. Это, во-первых, как бы здесь очень тепло. И, во-вторых, здесь очень приветствуется охрана животных. Да, Greenpeace. Это правда. То есть, суба есть такие очень-очень теплые вещи здесь. Если мы говорим про Ванкувер, Торонто, это другая история. Но Greenpeace все равно мех лучше подержаться. Подержаться, да. То есть, здесь это не актуально, это правда. Кстати, очень хороший совет, то, что на первое время взять по вот все, что необходимо, то, чем ты точно будешь пользоваться, приехать. Так как есть возможность потом возвращаться домой все равно в течение первого года. Обычно получается так, что ты домой летишь, даже навестить своих близких. То есть возможность полететь потом с пустым чемоданом и добрать себе вещей, которые тоже очень нужны и пригодятся. Но ты уже точно будешь знать, что тебе надо. И здесь витамины все можно приобрести здесь. И самое главное, если вы как студент или как иммигратор через иммиграцию, самое главное, не забыть документы. Это как бы не только ни в коем случае паспорт, например, если там для... Где-то, если будешь обучаться, study permit, там, все документы в какой школе, чтобы узнать, что ты на самом деле там будешь учиться. Взять с собой на всех фотографиях. То, что дают при документе, пусть пакет документов будет с собой и медицинская страховка. Да. Это нужные документы. Номер один. Согласна, точно. Здорово, спасибо. Расскажи еще, пожалуйста, вот как здесь можно ориентовать жилье и на что обращать внимание. Вот твой опыт с самого начала и сейчас ты уже живешь 10 лет. Насколько этот опыт отличается, как только ты приехала, на что ты обращала внимание и сейчас, как опытный арендатор, ты уже смотришь, на что ты смотришь сейчас. А аренду жилья надо искать в Крэг-листе. Крэг-листе. Это сайт, в котором можно ссылки написать в Крэг-листе, где можно купить что-то, найти в аренду, продать все что угодно. Все, что не знаете, можете обратиться сюда. В Крэг-листе можно вписать, например, район, где вы хотите жить. И посмотреть, например, есть один или с кем-то. Примерно двухкомнатная квартира. Цены в районе Брэг-листе от двух до трех тысяч долларов. В зависимости от вашего бюджета. От вашего интереса. Для меня просто номер один это, чтобы в квартире была прачечная. Я без этого не могу. Здесь, в Ванкувере, очень-очень распространено, что прачечная находится на первом этаже или на цокольном этаже. Немножко полуподвальное помещение. В самом юнити. Да. И здесь есть сушилки, что можно как бы через монеты или через карточки оплачивать. Это, конечно, неудобно. Это, конечно, каждый человек приспосабливается к этому в первое время, но для меня это был один сад. Да, я соглашусь. Для меня точно так же. Прачечная своя в твоей квартире. Это номер один требование. Для меня прачечная посмотреть. И чтобы, наверное, первый год я в семье жила в цокольном этаже. Но семья была очень отличная. У тебя был хомстей, да? Да, хомстей. Я жила в канадской семье. Хомстей? Расскажи, что это такое? Хомстей – это канадская семья, которая предоставляет комнату для международных студентов, где ты живешь и адаптируешься полностью под канадский менталитет. На самом деле это очень классно. Конечно, многие по нашему менталитету могут сказать, вот там проживание в семье. Думаешь, как так, ты в чужой семье будешь жить, в чужая культура. На самом деле ты узнаешь другую культуру. Ты есть, например, только приехал, ты все-таки практикуешь на английском языке. И есть много каких-то сленгов, которые ты узнаешь. Например, я не знала, что Хэллоуин, да, очень распространенное мероприятие. Да, праздник, который 31 октября, красный день рождения. Да, да, красный день рождения. 31 октября. Мы жили сейчас на доме, моя семья Хомстей. И на крыльце, как в фильмах смотришь, там дети приходят обычно собирают конфеты. Разные костюмы одели, там, спайдер-мен или там, крыльцесс. В кино показывают. Да, в кино. Они стучатся в двери. Я думала, что дети стучатся в любую дверь. Оказывается, это не так. Они стучатся только в те двери, у кого на крыльце свет включен. Так, когда у них свет включен, тогда они могут постучаться, что значит этот дом открыт, ожидаешь, дать шоколадки. Из-за этого это делают вечером, чтобы узнать. А если на крыльце света нет, то тогда дети и родители, с ними никто не подойдет. И вот в этом году первый раз, как раз мы живем в таунхаусе, и я тоже пошла купила шоколадки, раздавала. И так было мило, такие дети, там, разум возрастов, которые приходят, там, говорят, сладость или гадость. Это интересно, вот такие детали, как узнать, да? В кино смотришь, вроде бы так все, но там же такие детали не объясняют. В канадской семье потом еще фильмы можешь посмотреть. Или, конечно, для меня, например, то, что как в Казахстане у нас есть, мы завтраком, обедом, там, полный стол, там, и все. А тут как было? А в канадской семье, как, например, утром, говорят, что ты будешь там, говорят, что я хочу хлопья. Ну, говорят, ну, хлопья и все, как бы, это твой завтрак, как бы, и все. А мы, как вы провели хлопья, потом, может быть, хлеб с маслом, сыром, что-то еще, как бы еще творог может быть немного, там, варенье, как бы, это и сухофрукты. А там больше, например, есть только одно, например. Только одно. Ну, конечно, можешь спрашивать, разные семьи бывают. Возможно, да, кстати, еще семьи бывают разных национальностей. У тебя какая была семья? Итальянцы, итальянцы, да, которые... Кстати, много было пасты и пиццы? Нет. Нет, интересно. Но было интересно, что у меня, как бы, хоместей папа, он работал в 5 утра, как сантехник. Сантехники очень хорошо получают, но тут, например, пламбер, сантехник. Да, кстати, здесь сантехники строители очень хорошо получают, даже лучше, чем офисные работники. Да, и он работал в 5 утра, а потом, как-то, когда же, работаешь в суп? Я говорю, о, давайте, говорю, вам помочь чем-нибудь, как в моей голове, суп, думают, вам помочь что-то. Да, да, да. И он говорит, не-не-не, садись, говорит, поболтаем вместе. Хорошо. Он достает кастрюльку, мини-кастрюльку, открывает контейнер из-под банки, открывает и говорит... И он наливает, и разговаривает со мной. Я такой, увидел такой момент? Хорошо, я ничего не сказала. Потом, и это как бы, это совершенно нормально, что здесь есть такой суп, контейнер. Для меня это просто был первый год. Уже приготовленный суп в контейнере, выливаешь, подогреваешь и готово. Да, подогреваешь и готово. Я как-то немножко был небольшой шок, но все, говорю, нужна адаптация, как бы. И тот момент, потом я как раз вечером родительница, говорю, мам, знаешь, говорю, так-то, так-то суп там мы съели сегодня. И я говорю, мне кажется, что у нас, говорю, собаки даже нахуй лучше едят. Да, суп какой-то ненастоящий был, из консервов. Нет, пасты не так много. Не так много? Пасты, наверное, было, но пиццы нет. Пиццы нет, ага. И еще вот смотри, когда хомстей, то еда обычно трехразовое питание включена в стоимость. И стоимость хомстея вот на тот момент сколько ты платила? Много тому назад было 940, когда мне до 19 лет, потом было 890, но у меня была своя ванная комната. У тебя была своя ванная комната. Да, бывает так, что разделяю, бывает несколько студентов еще, и ванная комната делится либо с жильцами, либо с другими студентами из других комнат. У меня как бы запрос был как раз, чтобы... У тебя был запрос, да, можно делать запрос. Кстати, цена неплохо тем, что сейчас не сильно она подросла. Также можно найти за 900 долларов в месяц, трехразовое питание включено. Либо это может быть 1100, то есть своя комната и своя ванна. Да, разнословно. То есть тебе понравилось жить в хомстей для первого времени. Да, и первый год лучше жить в семье либо в резиденции. Потому что ты вовлекаешься, да, очень в культуру. И еще я слышала, что семьи некоторые даже берут своих жильцов, хомстей, на разные, допустим, поехали со своими детьми на какой-то праздник. Тебя тоже могут взять, показать, где Гросс и Рестор, где магазин. Правда, да? На самом деле это правда. Я приехала с мамой, и потом мне мама уехала, и мы проводили ее в аэропорту. Я помню, у меня даже ассоциация Кажеска в аэропорту, я просто рыдала крокодилями слезами. Просто все это. И у меня семья, как бы они, как бы, пойдем в Старбакс горячий шоколад попьем. И они, как бы, первые, наверное, особенно 10 дней, наверное, они со мной проводили время, чтобы я в комнате сама не оставалась. То есть они такие заботливые, поддерживали. И они потом говорят, пойдем за продуктами, а они их со мной выбрали. Потом они семья хоккеистов. Спортсмены. Да, спортсмены. И как раз я жила семья, как бы он занимает спортом, на самом деле, у них там в комнате там висела джерси Овечкина с его подписи. И когда сын у них, когда ему было, сколько, на тот период 11-12 лет, он говорит, я хочу играть с Овечкиным когда-нибудь. И на самом деле, если смотреть, его мечта существовала, сейчас играет он не с Овечкиным, но против Овечкина. Да, вот это здорово. Вот, значит, мечтаете, мечтаете, мечты сбиваются. И я к себе ходила на хоккейные игры, очень, на самом деле, классно. Конечно, я не скажу, что еда была супер-пупер классная, но... Да, судя по тому, что ты рассказала, да, вот кашка, там, бутербродик. На самом деле, все было хорошо, как бы, да, но есть были плюсы, глаза не, да, например, ходить вместе на День Благодарения, и я семья ходила, как бы. Да. Это все, как бы... То есть здорово, да, здорово приехать на первое время, остаться в хомстее, вовлечься в культуру. Да, и потом, постоянно год и месяц жила там, после этого я съехала с подругами уже в квартиру. Вот, а с подругами как ты в квартиру съехала, то есть ты как-то нашла, вы вместе уже договорились или у подруги уже была квартира? Мы договорились, что мы переедем, потому что у меня подруга тоже, когда ты учишься, как бы, между студентами, то есть встречаешься с разными студентами. Вот, а тут вопрос, Ажар, ты студентка, потому что здесь, в Канаде, требуют reference check, то есть проверку и рекомендации, плюс любят проверять credit history, кредитную историю, чтобы убедиться, что ты платежеспособная. Ты будучи студенткой, что с вас, с тебя и с подруги спрашивали, то есть насколько тебе были доступны все возможные варианты? Либо кто-то говорил, что, извините, мы студентов не хотим, например. Ну, я, как бы, мы искали квартиру в университете, это, как бы, жилой городок на горе SFU, где как раз все студенты, все практически все студенты, 95% студентов живут. Ага, ну да. Да, конечно, уже подразумевают, что студенты снимают, и тот момент все международные студенты, и когда только тебе 19 лет, как бы, ты говоришь, что ты учишься здесь, и как-то ты предоставляешь, что ты учишься здесь. Инвестер. Да, что ты такие-то предметы берешь, и, как бы, ты предоставляешь банкский statement от того, что, как бы, есть деньги на счету, что можешь оплатить, и ты депозит, депозит кладешь. Депозит платишь. 50% депозит, да, в принципе, это в Ванкувере, потому что, кажется, в Антарио немножко по-другому, что они там должны платить тоже 50%, потом за месяц вперед, потом за 13 месяц, там немножко что-то по-другому. Потому что я, когда сталкивалась в Америке, это у них такая система, я узнала, что в Антарио похоже. А в Ванкувере 50% депозит, и, в принципе, многие, как бы, дают, смотря, как бы, если ты, как бы, смотря, как бы, знаешь, все-таки, как бы, влияют, например. Есть агентство, то, конечно, они уже больше будут проверять и документы, они говорят, а вот это, вот это, вот это, но если, в принципе, сам хозяин, то тогда они больше, как бы, дадут вступки. То есть, в принципе, будучи студенткой, живя в студенческом городке, в такой арии, у тебя не было сложности найти другие апартаменты, предоставив нужные документы. Это здорово. И кредитная история, конечно, очень важна. А сейчас, когда ты уже ищешь, сейчас, одну секундочку, надо напрягаться. Hello? Yes, I'm still filming. Let me give you a call back, like, in 15 minutes, okay? Text me the answer on my question. Okay, great. Perfect, perfect. Okay, sure. So, we're going to film another, like, 15 minutes, and I think 7 p.m., 7.15, I'll be home. 7.20, let's say, 7.30 for sure. Then 7.20. It's fine. It's fine. Сколько время-то? 6.47. А, потому что, какое-то время, мне кажется, было. Поздравляюся. Да. Так, значит. Да, кто-то будет обрезать разговоры. Это причем на YouTube личные разговоры. Да, 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 да. Значит, мы остановились... На квартире, то что? На квартире. Да, то есть, получается, у тебя не было сложности найти квартиру, живя в студенческом городке. Так вот, мне интересно, сейчас ты уже не студентка, сейчас первый манитрезидент, и уже, когда снимала квартиру не в студенческом городке, какой был спрос по документам? Кредитная история, конечно. Конечно, также требует тебе референс. Это референс от предыдущих, где ты жила, например, до этого. Я жила до этого, например, в университете, в студенческом городке. Они просят контакты нашего лендлорда, менеджера или хозяина. А потом, например, некоторые могут попросить референс друзей, знакомого. Буквально 2-3 референсы попросят, рекомендательные. Потом попросят, что у тебя был на банковском счету, на садочные деньги, проверять кредитную историю. В принципе, если у тебя все это есть, то квартиру ты можешь получить. Кредитные карты здесь очень важны. Очень важны. Мы сейчас обсуждали по вопросу, для чего нужна нам кредитная история. И вообще, для чего нам нужно пользоваться здесь кредитными картами. Потому что многие по приезду считают, что не нужны мне эти кредитки, у меня есть наличка. На самом деле нужно... И, кстати, сейчас я тебе задам вопрос, тоже касаемо банка и счетов. На самом деле нужно открывать кредитную карту. И даже если у вас есть свои деньги, да, нужно воспользоваться кредитной картой. И там идет 30 дней беспроцентно. И воспользоваться, даже купить тоже кофе 10 долларов. И вовремя эту же кредитку оплатить. И таким образом строится эта кредитная история как раз для того, что мы и говорили. Одна из причин, это чтобы взять себе жилье в аренду. Так как эта кредитная история будет проверяться. Да, и не только для жилья. Это нужно в будущем, если даже на квартиру. На кредит, на ипотеку. На ипотеку, да, что-либо, да. Очень много последующих необходимых вещей, для чего нам кредитная история нужна. Так вот, про открытие банковского счета и даже той же кредитки. Как это сделать новоприезжим? На самом деле сейчас для иммигрантов, для приезжих, для новых студентов, для иммигрантов очень легкие программы. Например, я могу только говорить для RBC. Я сама работала и я уже являюсь клиентом больше 10 лет. Это был мой первый банк, который мне, моя семья, помогла открыть. Они вот привезли, вот там открываю в этом банке счет. Я даже не знала, почему, кажется, я даже не спросила, почему. И мы просто открыли, потому что они были, как бы, используя этот банк. И все, я открыла, и, как бы, но тот период, когда я открывала, там надо было тогда инвестировать, как бы, скажем, тысячи долларов, чтобы дали тебе кредитную карту. А на данный момент, по сегодняшний день, тебе дают кредитную карту практически на тысячи долларов студенты новоприезжих. То есть тысячи долларов все равно нужно внести? Нет, нет, сейчас уже есть. Уже не надо? Нет, да. Есть такие варианты, да, которые, как бы, дают, например, тысячи долларов, плюс открывают банковский счет. Есть такие программы, которые делают первый год, никаких, там, не надо платить за... За пользование, да, за пользование, да. За пользование кредитной карты или за пользование счетами на каждый день. Тогда можно безлимитно использовать свою дебетную карту, которая на каждый день, и кредитную карту. Это очень удобно, на самом деле, помогает при адаптации, как бы, и... И построение кредитной истории в том числе. То есть, когда у нас лимит кредита на тысячу долларов, это означает, что, пользуя свою кредитную карту, более тысячи долларов мы не можем использовать, но это вот для начала достаточно, чтобы показать даже маленькие суммы, мы платим вовремя, и потом кредитная история, кредитный лимит постепенно повышается в тысячу долларов. Ну, пока-то студент не повышается, только после приобретения пиар-карты. Ну, как бы, в многих ситуациях. Но, конечно, все это рассматривается индивидуально. Индивидуально от банка. Вот у меня было БИМИО, и я тогда заплатила 500 долларов своих, как ты когда-то тысячу, да, здорово, что сейчас это делать не нужно. 500 долларов своих заплатила, и эти же свои 500 долларов, но в кредите я могла использовать. Потом, в принципе, пока еще будучи студентом, через два года мне повысили мою кредитную историю до, по-моему, 3000 долларов, так как я все вовремя делала, а потом с 3000 уже до 6000. В зависимости от банка они могут это делать. В зависимости от возраста, в зависимости от какой, именно какая кредитная... А какие документы нужны для открытия счета? На самом деле очень легко. Если как-то студент, надо паспорт, то, что потом удостоверяющий документ, что ты здесь учишься, это study permit, разрешение на учебу, и то, что ты учишься в каком-то учебном заведении, например, это letter of acceptance, или letter of enrollment, они спрашивают обычно в многих местах, потому что именно ты занялась на определенный предмет, потому что бывают случаи, иногда студенты могут приехать, но как бы не пойти в это учебное заведение и просто находиться здесь. И за это, что удостоверились, они как бы спрашивают, где ты учишься. Хотя, извини, перебью, хотя когда мы приезжаем как студент, мы обязаны учиться, чтобы поддерживать свой студенческий статус. Потом это проблемы. Даже если на тот период, например, скажем, на полгода никто не заметил, но потом, в последующем будет время. На этапе эмиграции или смены статусов это все обнаруживается. Продление даже визы. Продление визы. Потому что они могут попросить даже на посещаемость на тот период, когда я когда-то подавала мне. Транскрипт. Да, в транскрипте как раз видно, какие у тебя были оценки, какие предметы ты сдавал. И если ты не ходил и ничего не сдавал, этого транскрипта просто не будет. Получается, вот оно все и обнаружилось. А когда мы студенты, мы обязаны учиться, поддерживать. В принципе, легко открыть. Здесь, на самом деле, поддержку. Может, в любой банк пойти. Там многих есть. А визитор? Визитор, если хочет открыть банковский счет. Зависит от, наверное, банка. Но на тот период, когда я была, там не было. Потому что, если есть даже, например, скажем, студенты, например, приезжают по программе, не знаю, по обмену, там учиться КОП. Если у них есть разрешение на учебу, то они могут. Если нет, то... Но сейчас, в принципе, вот есть не все банки. CBC банк, например, они открывают для визиторов тоже аккаунты. Насчет кредитки они не дают, потому что даже нет оснований для ПК построения. И нет статуса. Визитор это является, так скажем, я называю это птичьи права. Нам нельзя работать, нам нельзя открывать медицинскую государственную страховку, нам нельзя подавать на водительские права. И также у нас нет возможности открытия кредитной карточки. Но просто счет в банке дебетовый, его можно открыть. Но вот это интересные такие детали. Как многие спрашивают, узнают разные банки, пойти узнать, что они предлагают, например. Да, хороший совет. Я считаю это одной самой лучшей. Просто я горда, где я там работала год и четыре месяца. Да. Ну, вообще, вот хороший совет, то, что пойти узнать, узнать, какие есть процессы, в каком банке, какие условия, потому что они везде разные. Если вы с кем-то работаете, зачастую иммиграционные консультанты или то агентство, которое вам помогает, у них также есть возможность помочь вам и посоветовать, в какой банк обратиться и где открыть банковский счет и кредитную карточку. Зачастую можете спросить у своего специалиста. Есть кредитную карту, выбирайте, которые накопительные там очки. Очки, да. Потому что можно было использовать на путешествия и на покупку разных товаров. Да, и там есть страховки, когда ты путешествуешь. Да, сразу же, если бы через эту кредитку купили свой билет, то уже включена страховка. Есть, например, даже есть, например, я, конечно, всю продукцию карбиси знаю, там есть такие условия, например, там, Infinite программа, когда даже в, скажем, в аэропорту можно на VIP лаунж зайти, если есть такая карта, если у тебя можно там, если, скажем, на такси такая большая очередь, потому что можешь это... даже не ждать. я вот в этот раз заметила про такси, у меня вот как раз эта карточка, а вот про лаунж я не знала. Сейчас буду знать, спасибо. Ну, надо узнать, потому что всегда все обновляется, там зависит, какой пакет есть. Там разные пакеты есть, что там предоставляется, очень много крутых бонусов. Причем интересно, в этот раз в аэропорту я увидела то, что для владельцев Infinite Visa есть как бы VIP-проход, но она была закрыта. То есть... Ну, мне кажется, только показано. Я не знаю, как это работает. Я думаю, что они, да, они, видимо, тоже когда-то это... Когда это открыто, такая функция, да, может быть закрыта. Или она показывает... Да-да-да. Или она показывает все, VIP-проход. Да, то есть карточки, они разные, дают свое преимущество. Я думаю, в принципе, так в любой стране, да, каждый банк, каждая карточка дает свое преимущество и свои программы. Здорово все узнать до того, как подписывать документы и вступать, потому что есть очень выгодные варианты, есть варианты просто... Ну, всегда лучше проводить, пока сами не попробуйте, никогда не узнаете. Из-за этого нет плохих банков, есть, например, как бы, все зависит от человека. Например, вы пошли к какому-то, смотря где там, какой человек вам помог, да, иногда бывает, насколько человек вам так сильно помог, что вы хотите остаться, неважно там, какие у них там ежемесячно, у кого-то там, у всех примерно одинаково, у кого-то у вас просто на 30 центов или там на полдоллара дороже или дешевле, как бы, небольшая разница. То есть здорово посмотреть для себя, потому что каждому подходит свое, кому-то подходят очки для путешествий, а кто-то хочет, допустим, возврат, один доллар к... То есть там разные есть условия. Здорово, спасибо. Еще у меня к тебе такой вопрос для желающих приехать. когда можно продавать свое жилье и уже, то есть уже сказать все, я все продаю там, остаюсь тут. На каком этапе? Наверное, уже когда уже решили, что вы хотите переехать, когда вы получили... сначала, когда вы хотите переехать, ой, здорово. Это значит, правильно, когда вы решили уже переехать и когда вы получили уже документы на PR, и в тот момент вы можете задуматься, когда у вас уже карточка в руке, что у вас есть карточка в руке, если вы хотите уже жить в Канаде, тогда уже можно продавать недвижимость. До этого времени, конечно, вы можете продать мебель, какие-то невозможные вещи как-нибудь использовать, технологию, технику, технологию, потому что она как бы устаряет, если у вас новую телевизор, если хотите продать, то, конечно, но само жилье лучше не продавать, лучше, наверное, сдать в аренду кому-нибудь. Чтобы была подушка безопасности, так как пока у нас идет процесс, это либо визитор, потом студент, либо работник, и еще не PR-карта, то желательно знать, что есть место. Потому что многим, например, даже климат, возможно, не подойдет, даже узнать себя, да? Через некоторое время возможно, я устал, я хочу домой. Именно бывает такое, что непонятное ощущение, что ты хочешь обратно, и лучше, конечно, иметь место, где... Но вы, знаете, вы не хотите что-нибудь сожалеть, то, конечно, можно... Да, точно, уверенность, что будете оставаться здесь, но уверенность это одно, плюс правильность потом заполнения всех форм и шагов именно к иммиграции, это еще один фактор. Можешь, конечно, подождать. Лучше подождать, Есть, конечно, несколько, или хотя бы, например, если вы хотите уже точно сдать все продать, хотя бы, чтобы у вас была хоть однокомнатная квартира, куда можно было вернуться. Либо бывают такие случаи, когда нужны деньги, то есть нет дополнительных накоплений, а есть квартира, но деньги нужны и на первое время, и для того, чтобы здесь себя уверенно чувствовать, тогда это случай, когда можно продавать и уже пользоваться этими деньгами сейчас для того, чтобы уже жить в Канаде. Все равно лучше, конечно, есть возможность постараться хотя бы, чтобы в аренду, чтобы вздавать в аренду и получать какой-то там доход со своего же жилья. Чтобы покрывать какие-то расходы. Конечно, сегодня, возможно, не покроют, но все это хотя бы. Хотя бы частично, чтобы чувствовать себя увереннее, так скажем. Спасибо, Ажарочка. Нет, всем спасибо. Ты поделилась информацией с первых уст, на самом деле. Появится у нас больше вопросов, мы обязательно Ажару пригласим еще и все спросим. Приезжайте в Ванкувер, вам здесь понравится. Да, полностью подписываюсь, согласна. И я желаю тебе успехов. Спасибо. 10 лет в Ванкувере это уже... Кстати, когда ты приехала? Какого числа? У тебя уже... 1 сентября, да, как раз. То есть, 1 сентября было 10 лет. То есть, у тебя твой 11-й год. Я делала как раз на YouTube-канале видео за сколько причин, 17 причин, за что я полюбила Ванкувер. Да, у Ажары, кстати, есть свой YouTube-канал, подписывайтесь, и она расскажет там больше интересной информации. Да, и вы там можете увидеть интервью с Аленой как раз. Да, кстати. А на другие вопросы. На другие вопросы, да. На самом деле, потому что здесь очень много тех вещей, которые мы не замечаем. Например, одно из факторов было «Я люблю Ванкувер за бесплатную воду». Возможно, это покажется. Но это супер. Это супер причина, почему можно любить Ванкувер. За бесплатную воду, чистую воду из-под крана. Мы пьем воду из-под крана. Да. Она чистейшая. Особенно, когда ты, например, я уже сколько здесь, 9-10 лет прожила, я не задумывалась, что я люблю, например, утром просыпаюсь, я выпью полстакана или пол-литра воды из-под крана. Думаю, что каждый день пьешь пьешь, а потом в ресторанах, да, и потом, когда ты уже едешь куда-то, в Европу, там ты покупаешь воду. Там ты покупаешь. Вот даже в ресторанах здесь приходишь, воду приносят вообще по умолчанию. То есть ты за это не платишь, ты знаешь точно, что вода у тебя будет. Просто тебя спрашивают, ты хочешь со льдом, без льда, иногда спрашивают, если хочешь спарклинг, газированную платить. Да, газированную платить. Но если говоришь стилл-вода, то есть или тап-вода, с лимоном или можно с лимоном попросить, да, можно попросить теплую кстати воду. И ты к этому уже привыкаешь, и потом, когда едешь в другую страну, и тебя спрашивают воду, и ты за эту воду еще должен платить там, а в некоторых случаях это по 8-10 долларов или евро, то, например, кстати, в Сингапуре так было. И так думаешь, интересно. и начинаешь ценить, насколько ценно в Ванкувере, это уже такой комфорт, и ты так к этому привыкаешь. И много таких вот нюансов. Таких как small talk. Я вот просто села, как бы, да, я говорю, я не могу жить без маленьких разговоров с small talk, потому что там кто-то в автобусе или там в лифте, там, там, hello, там, как-то там. Кстати, вот это вот hello, how are you, да, у нас зачастую и даже вообще существует такая тенденция, что-то все фейк, это не настоящее. И что значит, как дела спрашивают? Этому человеку без разницы, как у тебя дела, а он спрашивает для чего? Для галочки. И зачем вот эта вот, вот эта искусственность? Есть такое? Да, ну как бы, да, но потом, когда ты находишься, ты уже привыкаешь к этому. А ты согласись, ты привыкаешь, это не искусственно, это искренне. Это искренне, потому что, как бы, вроде в лифт заходишь ты, когда, ну как бы, в основном, да, там, в лифте, узнать иногда бывает. Или там в кофейне, или в автобусе, кто-то там, ну, там, просто заговорить, там, или ты по телефону, о, там, ты разговариваешь на русском, как так, откуда ты русский знаешь, там, и ты начинаешься, вот там, объясняешь, откуда ты. Потому что в банке, например, был самый распространенный вопрос, и ты говоришь, откуда ты, потому что, как мое имя, как пишется, A-Z-H-A-R, они говорят, а ты, там, с востока, с Ирана, или там, я говорю, нет, я не оттуда. Потом, говорят, ты, азиатка, ты вроде японка, китайская, но у тебя такой акцент другой, говорит, Eastern European. И они начинают обсуждать, когда потом... Им интересно, им искренне интересно. Ну, ты высокая, говорит, ну, ты, как бы, азиатка, азиатка обычно, говорят, северный, может, северный Китай, говорят, ну, северный Китай, ну, ты, хоть и думаешься. И это настолько интересно, как люди, как бы, то есть они вовлечены, и им интересно, вот, познакомиться с новым человеком, узнать, откуда ты. И даже, вот, вопрос, как у тебя дела, то есть мы не говорим, что мы вдаемся в подробности, как началось наше утро. А здесь больше даже, вот, как-то поднять друг другу настроение, что ты в социуме находишься, даже, вот, как дела, и вот, какой-то такой small talk, он, на самом деле, очень приятный. Да, в России, я так понимаю, в Казахстане, в Украине этого нет. На самом деле, даже, как бы, как бы, например, я, скажем, искала там парковку, там, крутила-крутила, ладно, маленькое место, потому что я только недавно начала водить машину, и я такая, рисунете, припаркуясь, как бы, там, маленькое место, говорю, рисунете. Потом пожилая пара, как бы, они, типа, пей, типа, подожди, ты можешь встать на наше место, там еще оплачено. Это было так мило, что человек, да, они могли просто проигнорировать, да, как бы, я там сама бы увидела, но они, как бы, 15 минут оплачено, они сказали, ты встань сюда, как бы, и все, как бы. Это было приятно, мелочи, но приятные. Мелочи, но приятные, да. Кстати, у меня тоже был такой опыт, когда я выезжала с парковки, и там тоже место, и у меня был билетик, я проезжаю, я вижу, человек, я остановилась, и мы, получается, так, он туда, я сюда, и я говорю, подождите, он такой, я говорю, вот вам билетик, вот это место, я сейчас с него уезжаю, можете, там, о, спасибо, здорово, класс. Так же происходит с билетиками, сейчас уже по-другому, компас сейчас карт, а были билетики, сейчас есть билетики, да, где скайтрейн, они вот именно, где на метро оставляют, сейчас даже стали оставляют, потому что я помню, я тогда, когда пользовалась, я прям, у меня еще, допустим, там оставалось от поездки, еще этим билетом можно пользоваться час, и я вижу, кто-то покупает билеты, пока он не купил, я подхожу и говорю, держите это вам, все, о, спасибо, классно, ну, на самом деле, есть такие моменты, очень приятные, которые и поднимают настроение, и чувствуешь вообще заботу друг друга, это здорово, это вообще, поэтому, да, Ванкувер, вообще, Канада, очень солерантная страна, очень милая, палает, и в этом, в этом есть плюсы для каждой дневной своей жизни, да, и каждый может найти то, что ему понравится, да, спасибо, Жарочка, то есть было очень здорово с тобой пообщаться, спасибо, спасибо, приезжайте к нам в Ванкувер, будем, будем все общаться, с жизнью радостной, довольной, и, если у вас есть такая цель, и вы хотите, вы обязательно ее добьетесь, можете сконтактировать меня, я вам в этом помогу, и вы окажетесь тут, спасибо, до связи, пока-пока, пока-пока, Продолжение следует...